Метро. Уникальная акустика позволяет даже шепотом донести в любой уголок зала. Перед авансцены находится оркестровая яма. Театр пережил несколько реконструкций. После войны для укрепления фундамента в его основание было залито около 6 миллионов литров жидкого стекла. При полной реставрации, как снаружи, так и внутри, использовано 9 килограммов чистого сусального золота. Реконструирована и благоустроена театральная площадь. Заработал фонтан, возле которого так нравится фотографироваться молодоженам и туристам. Скульптурные группы. Над фасадом скульптурная группа изображает музу Мельпамену, покровительницу искусств, сидящую в колеснице, запряженной четырьмя разъяренными пантерами. Ниже, с двух сторон от входа, еще две скульптурные группы, муза-танца от арпсихора и орфий, играющий на лире для кентавра. Четыре бюста. В нишах верхнего яруса фасада расположены четыре бюста русских классиков. Каждый представляет свой жанр искусства. Грибоедов. Драма, Пушкин. Поэзия, Гоголь. Комедия, Глинка. Музыка. Двуглавый герб. На перилах лестницы, спускающейся от театра в переулок Чайковского, можно увидеть старый герб Одессы, еще до революционных времен, с двуглавым императорским орлом. Приморский бульвар. Приморский бульвар – любимое место прогулок местных и неместных. Здесь в воздухе даже больше ощущения праздника Одесского шарма, чем на той самой Дерибасовской. Тут не просто гуляют, тут совершают променад. Длина бульвара всего несколько сот метров, зато сколько здесь удалось втиснуть одесских символов и достопримечательностей. Сплошные виды с открыток. С одной стороны – Думская площадь с отвернувшимся от Думы Пушкиным, трофейной пушкой с английского фрегата и пушкинским платаном. На противоположной стороне – Воронцовский дворец с величественной колоннадой, стоящей над обрывом. А в центре бульвара – памятник Дюку у вершины Потемкинской лестницы. Если нужно за наименьшее время увидеть наибольшее количество одесских красивостей, вам точно сюда. Все вместе эти достопримечательности составляют солидный набор, достойный представлять Одессу в списке культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, бульвар – по сути одна смотровая площадка, с которой открывается прекрасный панорамный вид на море, порт и морвокзал. А когда-то, в первые годы существования Одессы, здесь был только пустырь, поросший кустами. Приводить место в порядок и создавать главный бульвар города стали при князе Михаиле Воронцове. Князь возвел свой особняк в начале бульвара, и остальная аристократическая публика уже знала, где нужно селиться. Одним за другим выросли именные дома. Например, особняк князя Лопухина, который 150 лет известен всем как фешенебельная гостиница «Лондонская». Кто здесь только не гостил? От Антона Павловича Чехова и Айседоры Дункан до Путина и Аллы Пугачевой. Следом идет бывший дворец графини Нарышкины, а теперь дворец моряков. При царях здесь была резиденция командующего военным округом, и в одно время тут даже жил великий князь Николай. По такому случаю бульвар, естественно, переименовали в Николаевский. А после революции бульвар носил имя анархистов и профессионального революционера Фельдмана. По этому поводу есть исторический анекдот. «На бульвар Фельдмана?» – говорит гражданин-извозчику. «Куды?» – переспрашивает тот. «Ну, на Николаевский бульвар». «А, вот оно что! Я всю жизнь езжу в Одессы, а не знал, что у Николая была фамилия Фельдман». Поэтому, чтобы не путаться и не путать извозчиков, бульвар назвали просто Приморским. За Дюком – небольшая площадь с двумя полуциркулярными зданиями. В левом – когда-то была гостиница «Санкт-Петербург». Мемориальная табличка напоминает, что здесь останавливался критик Белинский, который ехал на юга в поисках исцеления от съедавшего его туберкулеза. В правом здании был суд. Здесь приговорили к смертной казни благородного разбойника и революционера Григория Котовского. Правда, он в очередной раз сбежал. Дом под номером один на бульваре, соседствующий с Воронцовским дворцом, известен как Дом Потоцкого. После революции в нем находилась редакция газеты «Моряк», где работали Паустовский, Бабель и другие литературные знаменитости Одессы. Но Приморский бульвар хорош не только дворцами. Его богатство – это каштаны и платаны, в тени которых на скамеечке обсуждаются животрепещущие проблемы или просто предаются сиести. Особенно хорош бульвар в вечернее время, когда деревья, увитые иллюминации, подсвечены разноцветными огоньками. Рядом с Лондонской, прямо на бульваре, можно увидеть стеклянный купол, куда с интересом заглядывают прохожие. Мало того, что сам Приморский бульвар похож на музей под открытым небом, так здесь еще под стеклом филиал археологического музея. Дело в том, что когда бульвар реконструировался в 2008 году, археологи обнаружили под ним остатки древнегреческого поселения, алтарь верховного бога Зевса, осколки амфор, керамики, монет, которым буквально 2500 лет. Некоторые умельцы умудряются пропихивать под стеклянный купол вполне современные купюры и монеты и примазываться к истории древних греков. Одесса Одесский морской вокзал За свою историю Одесса стала не только важным портом на Черном море, но и популярным культурным центром, привлекающим туристов со всего мира уникальной архитектурой, насыщенной культурной жизнью и пляжным отдыхом. Одесский морской вокзал радушно встречает гостей города, прибывших по морю. Это один из крупнейших пассажирских терминалов в Европе. Он способен принять до 4 миллионов пассажиров в год. Десятки белоснежных красавцев, самых крупных круизных лайнеров, швартуются у причалов ежегодно. Среди них такие гиганты-тысячники, длиной по 300 метров, как Азура, Королева Виктория, лайнеры компании Коста. И это уже не говоря про суда поскромнее, их просто никто не считает. Нынешнее здание морской вокзала приобрело современный облик после недавней реконструкции. Его отличительные элементы большое открытое внутреннее пространство и зеркальное стекло, отражающее панораму происходящего вокруг. Вообще же пассажирский терминал на этом месте, то есть на новом Малу, существует с 1968 года. До этого работал старый мор-вокзал, вход на который был напротив военного спуска, это там, где Тещин мост. Когда строили новый терминал, планировали перебросить пешеходный мостик прямо от Потемкинской лестницы, но не сложилось. Зато территория причала мор-вокзала стала закутанной в соленый бриз набережной, по которой приятно прогуляться, даже если ни в какой круиз вы не собираетесь. Многие одесситы любят приходить сюда за просто так, посидеть на скамейке, вдыхая свежий морской воздух и зарядиться положительной энергетикой, наблюдая за прибытием и отправлением тех самых красавцев-лайнеров, вспомнить, как приятно уезжать в путешествие и как приятно возвращаться домой, где тебя ждут. С особенными чувствами в Одессе всегда ждали тех, для кого море стало профессией. Здесь даже установлен памятник таким ожидающим – памятник жене моряка. За зданием мор-вокзала высится 19 этажей гостиницы Одесса, бывшего отеля Кемпинским. Некоторые особо упрямые одесситы утверждают, что перестали гулять по Приморскому бульвару, так как отель закрывает им обзор. Вспоминается анекдот про Мопассана, который сидел на Эфелевой башне, чтобы ее не видеть. Дойдя до конца набережной мор-вокзала и спустившись по лестнице, попадаешь на причал яхт-клуба. Яхтенный комплекс существует здесь только с 1998 года, сравнительно недавно. У двух основных понтонов, длиной по 200 метров каждый, в строгой зависимости от глубины кошелька и владельцев, швартуются яхты разной длины, осадки и уровня комфорта. На некоторых из них, при желании, можно заказать морскую прогулку. Кроме того, в сезон всегда зазывают прокатиться прогулочные катера, которые бумерангом бороздят Одесскую бухту. Когда-то, в ушедшие времена, эти корабли работали как трамвайчики, развозя пассажиров между мор-вокзалом и удаленными пляжами Лузановкой и Черноморкой. Сегодня, согласившись на морскую прогулку, вы получите стандартный рейс вдоль побережья, длительностью от 40 минут до часа. По пути можно полюбоваться видом Одессы с моря, увидеть пляж с двумя шарами лонжерон и желтый камень от рады. Захватив с собой батон хлеба, можно подкормить вечно голодных чаек. Также на причале расположена церковь Святого Николая, покровителя всех, кто в море, рыбаков и моряков. Этот храм, между прочим, первая в Украине православная церковь современной архитектуры. Рядом с ней морская арт-галерея, где всегда можно попасть на выставку или другое интересное культурное мероприятие. Воронцовский маяк Воронцовский маяк – это один из символов Одессы. Находится на оконечности рейдового мола, встречая и провожая суда. В Одесском порту было несколько маяков, и все они по традиции назывались воронцовскими. Нынешний маяк построен в 1954 году, взамен старого, взорванного во время войны. Высота маяка – 26 метров. На маяк проводятся экскурсии тропой маячника, о которой нужно договариваться заранее. Интересная одесситка с детем, провожающего своего капитана дальнего плавания, это памятник жене моряка. Автор памятника – одесский скульптор Токарев. Рядом динамик голосом Утесова поет «Не грустите, ненаглядные невесты». Если вы провожали и ждали, вы поймете. «Не грустите, ненаглядные невесты, в синее море вышли моряки». Музей якорей Возле лестницы, спускающейся к яхт-клубу, находится музей якорей под открытым небом. Здесь выставлены раритеты, поднятые в разное время со дна Черного моря. Например, якорь кошка, мертвый якорь, якорь Мартина. Потемкинская лестница Потемкинская лестница – это еще одна визитная карточка города. Даже сложно сейчас представить, что когда-то ее не было, и бронзовый дюк одиноко стоял у обрыва, печально разводя руками. «Если вы пребываете в Одессу с моря, то обязательно должны подниматься в центр города по шикарной парадной лестнице». Именно так это было задумано генерал-губернатором князем Воронцовым. Ведь до него Приморский бульвар заканчивался обрывом, и вниз вели узенькие извилистые лестнички. «Так ведь можно и ноги переломать», подумал светлейший князь и решил начать строительство грандиозной лестницы с беспрецедентным масштабом. И подарить эту лестницу, конечно же, своей жене, первой одесской красавице Елизавете Ксаверевне, а вместе с ней всем одесситам и гостям города. Строительство лестницы обошлось в казне огромных денег – 800 тысяч рублей и было закончено в 1841 году. Проектировал лестницу Франц Бафо, итальянец по происхождению, которому Одесса обязана половиной своих архитектурных красот. Кроме грандиозного размаха, этот одаренный архитектор придал своему шедевру несколько интересных визуальных эффектов. Например, лестница создана с учетом перспективы. Основание лестницы имеет 21 метр в ширину, а верхняя часть – только 13. Поэтому при взгляде сверху она кажется одинаковой ширины. Еще один зрительный эффект дает сочетание ступеней и лестничных площадок, когда сверху видны одни площадки, а снизу – одни ступени. Таким образом, лестница выглядит гораздо длиннее. Но лестница в небо, какой она выглядит снизу, и не может быть короткой. В цифрах ее длина составляет 142 метра, а высота – 27 метров. Если вы увидите на Потемкинской лестнице людей, медленно идущих и что-то тихо бормочущих, не думайте, что это сумасшедшие. Скорее всего, они тщательно пересчитывают ступеньки. Предлагаем и вам присоединиться к ним и проверить следующую информацию. Первоначально лестница состояла из 10 пролетов по 20 ступенек. Однако при прокладывании улицы Приморской последние 7 ступенек были засыпаны. Кроме того, потерялась еще одна ступенька из второго снизу пролета. Возможно, она просто втопталась от слишком частого наступания на нее. Так что, теперь ступенек не 200, а 192. А ведь кто только не топтался по Потемкинской за время ее существования. Американский пересмешник Марк Твен прибыл в Одессу, кроме шуток, назвал ее великолепной. А режиссер Сергей Эйзенштейн, восхищенный ее монументальностью, сразу переписал сценарий своего фильма и сделал Одесскую лестницу главной героиней знаменитого эпизода с коляской. Кстати, именно в 1925 году сразу после его фильма «Броненосец Потемкин» лестница и получила свое название. Коляска же, которая скатывается по ступенькам в фильме Эйзенштейна, стала одним из первых транспортных средств, которые успели тут поездить. Знаменитый одесский спортсмен и экстремал начала 20 века Сергей Уточкин штурмовал ее и на велосипеде, и на одном из первых в городе автомобилей. Позже его подвиги повторяли участники юморина разных лет, скатываясь кто на лыжах, кто на картинге, а кто на горбатом запорожце. Сегодня на Потемкинской лестнице жизнь кипит. Тут фотографируются, знакомятся, Никита Михалков снимает кино, спортсмены устраивают забеги. Во время городских праздников и фестивалей лестница становится зрительным залом и танцплощадкой. Фуникулер Для тех, чья форма и настроение не позволяют подняться по лестнице на своих двух, работает фуникулер. Первый фуникулер, называвшийся тогда подъемной машиной, открылся при лестнице еще в 1902 году. При позднем СССР здесь работал памятник этому французу, главный символ Одессы. Полное его имя слишком длинное, как положено знатному французскому аристократу. Арман, Эммануил, Софи, Сэмптимани, Де Плюси, Герцог, Дришелье и Де Франсак. Но для одесситов он известен и любим как Дюк, что в переводе означает просто Герцог. Прежде всего, не стоит путать нашего Дюка Дришелье со зловредным кардиналом из трех мушкетеров, который не давал жития славному Д'Артаньяну и его компании. Одесский Ришелье был всего лишь его внучатым прапраправнуком. Юный Дюк успел послужить при дворе короля Людовика XVI, однако после начала Великой Французской революции родину пришлось покинуть. Слишком активно в качестве универсального средства от головы стало использоваться изобретение доктора Гилетена. Попав в Россию, Ришелье принял участие в русско-турецкой войне, а конкретно в штурме Измаила. Там под командованием Суворова встретилась четверка иностранцев, которые позже вошли в историю Одессы Ришелье, Дарибас, Деволан, Лонжерон. Один за всех и все за одну, то есть за Одессу. При штурме Ришелье отличился и был награжден, но воевать передумал, это было не в его характере. Он хотел созидать. Поэтому, когда его друг император Александр предложил Ришелье стать городоначальником молодого черноморского города, он с радостью согласился. В 1803 году Дюк прибыл в Одессу и за 11 лет изменил город до неузнаваемости. Часто говорят, что все на свете придумано в Одессе, а все хорошее в Одессе было придумано еще Дюком. До Ришелье город был небольшой полупиратской колонии, таким диким западом на отвоеванных у турок землях, куда стекались беглые крестьяне и преступники. Как ни удивительно, всего за несколько лет герцог смог привлечь в порт торговые суда и привить горожанам европейскую культуру. Он снизил торговые пошлины и придумал Портофранко, зону свободной торговли, которая обеспечила бурное экономическое развитие городу. При Дюке начался первый строительный бум в 1812 году. Одесситы души не чаяли в нем, таком благородном, энергичном и при этом простом в общении своем домашнем герцоге. Когда Дюк возвращался во Францию, чтобы стать премьер-министром при новом короле, тысячи одесситов провожали его до заставы со слезами и воплями. Такое же трепетное отношение перенеслось и на памятник Ришелье, который был установлен в 1828 году. Он стал и самым святым, дорогим сердцу и чем-то одновременно таким родным и домашним. Про бронзового Дюка ходит много шуток и приколов. Приезжих обязательно отправляют посмотреть на Дюка со второго люка, а при нежелании шуток.